Чтобы попасть на могилу к отцу, Рима Уланова пробирается через сугробы. После снегопадов многие могилы на Улыбышевском кладбище завалило. К счастью, для 80-летней бабушки рядом оказались рабочие, которые прочистили ей дорожку к памятнику. Собственно, именно с ним и связаны все чаяния пенсионерки. Поставлен он после смерти Ивана Уланова в 1996 году. Со временем обелиск становился всё хуже. Сейчас весь в трещинах, а надписи на нём практически уже не видны. Не так давно пенсионерка узнала, что государство готово протянуть ей руку помощи и поставить новый монумент из камня. А сейчас, когда появилась возможность, вроде с федерального бюджета выделили специально участникам войны деньги и приравнен к участникам. Вот я хотела бы, чтобы памятник действительно заслужил, наверное, папа во время войны. Рассматривая старые фотографии, Рима Ивановна вспоминает. Всю жизнь отец её трудился на железной дороге. Сначала был простым ремонтником, затем мастером и бригадиром. В военные годы был отправлен на прифронтовой участок восстанавливать разбитые немцами железнодорожные пути. Они восстанавливали этот путь. Были под бомбёжкой. Вот видите, восстановили, до Берлина дошёл. Всё по шпалам, пешком. У него ноги такие, вены, вот как у женщин бывает после родов. Прямо это всё. Он всё гепаринную мазю всё смазал. О том, что путейщика Ивана Уланова можно смело назвать участником Великой Отечественной войны, гласит вот эта справка. В ней синим по белому написано, что отец Риммы Ивановны и члены его семьи имеют право на льготы, как родственники военнослужащего. Показала нам пенсионерка и вырезку из газеты, где Совет Министров СССР в 1990 году приравнял таких трудящихся, как её отец, к бойцам Красной Армии. Однако похоронную бюро, куда обратилась наша героиня, ей отказала, сославшись на военкомат. Служил он, работал он в военно-эксплуатационном отделе, военно-эксплуатационный отдел. И вот есть у него документы, которые говорят, что он приравнен, но о военкомате нет, я не знаю, потому что не через военкомат посылали их. Поставят памятник и не поставят памятник, это всё зависит от областного военного комиссариата, потому что деньги выделяют на это областной военный комиссариат. А областной военный комиссариат выделяет наставание документов, которые подтверждают, что он входит в льготную категорию военнослужащих или служащих, которые ставятся памятниками. Риме Улановой или её родственникам со всеми имеющимися документами необходимо теперь прийти в Совет ветеранов. Он находится в Доме офицеров. Также можно обратиться в областной военкомат на Стрелецкой. Там работает Центр социального обеспечения, специалисты которого должны помочь 80-летней бабушке обновить памятник её отцу.